Знаете, где в Калужской области можно получить бесплатную юридическую помощь? Нет, не знаю, извините, я вообще приезжая, поэтому не знаю. Мне не доводилось в данный момент, говорится, обращаться, потому что давно не обращалась на вопросы, поэтому я не в курсе. Право на юридическую помощь – одна из основных конституционных гарантий, призванной обеспечить надежную защиту прав человека в судебном процессе. Это право граждан гарантируется статьей 48 Конституции Российской Федерации. У нас работает общественная приемная прокурора города. Прокурор города принимает по вторникам. Общественная приемная у нас у Сафронова, народный дом. У меня старший помощник в библиотеке принимает граждан. Мы разъясняем при приеме граждан на личном приеме, как поступать и так далее. Вот эта вот своевременность, как и в медицине, своевременность постановки диагноза, своевременность реакции на него, своевременность лечения юридическими способами позволит, наверное, уйти от этих негативных последствий, которые мы сейчас будем исправлять. Я слышал, есть уполномоченные по правам человека, дам мне бесплатные консультации. Во всех консультациях юридических, во всех коллегиях адвоката существуют бесплатные услуги. В любую можно обратиться. Эта юридическая помощь оказывается любым гражданам, которые в силу своего физического материального состояния не могут получить ее на платной основе. Мы выезжаем зачастую и на дом для оказания помощи лицам, которые не могут к нам прибыть. Юридическая помощь оказывается чаще всего по гражданским делам, по жилищным, по земельным и законодательствам. По уголовным делам также мы оказываем юридическую помощь. Это наша обязанность, которая предусмотрена законодательством. Это, в общем-то, совпадает и с нашим мнением о том, что все граждане города Калуги и Калужской области, которые к нам обращаются, должны быть обеспечены квалифицированной юридической помощью. По всем обращениям, которые поступают в наш адрес по любым каналам, в письменных, устных, по системе электронного обращения, на адрес электронной почты, на сайт службы, значит, естественно, службы принимают соответствующие меры, которые нам установлены законодательством. То есть проводятся внеплановые проверки, организуются и проводятся административные расследования, по которым принимают соответствующие меры в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Более того, по обращениям граждан в 2010 году было составлено более 240 исков для обращения граждан в суд. Было составно направлено в суды 4 иска от неопределенной округой лиц, суды состоялись, и решение было принято в пользу потребителей. Это говорит о том, что качественно подготовлены материалы, и суды, практически рассматривая эти дела, принимали решения в пользу потребителей. В Калужской области сотрудники силовых структур также готовы оказывать бесплатную юридическую помощь всем нуждающимся. В структурных подразделениях действуют круглосуточные телефоны доверия. Аппарат уполномоченного по правам человека был создан в Калужской области в 2003 году. За это время тысячи калужан получили квалифицированную бесплатную юридическую помощь. Число обращений граждан неуклонно растет. Субтитры создавал DimaTorzok